Мусор в мусорку, рассуждают люди и тащат в контейнер совсем не коммунальные отходы, а некоторые еще и не доносят. Тогда площадка становится похожей на полигон и без регулярного наведения порядка здесь уже не обойтись. Между тем, чистота площадок, собственником которых является администрация Барнаула, обязанность властей. Полномочия по содержанию контейнерных площадок отнесены к органам местного самоуправления. В настоящее время, на 2019 год, у нас предусмотрено финансирование в размере 7 миллионов рублей на содержание площадок. Бюджетные средства тратят на уборку мусора, которого на площадках быть и не должно. Вместе и часто вместо коммунальных отходов рабочие вывозят строительный мусор, ветки и даже деревья. Зачисткой по контракту занимается экокомплекс. Теперь за ним 505 контейнерных площадок частного сектора Барнаула. Среди проблемных, как здесь, улицы Правый берег, Пруда, Кутузова, Загородная, Бульвар 9 января. Компания убирает каждую площадку не реже раза в неделю. С помощью машин и вручную. И строительные отходы это, и, как правило, если это частный сектор, то это отходы растительного происхождения. Зачистки с механизированной зачистки. Ежедневно порядка 80 кубов мусора поступает на полигон городской. Это равносильно 8 автомобилям КАМАЗ, самосвалу. Это вот только то, что скапливается? Это только то, что скапливается именно на прилегающей территории. Компании подчеркивают, что с июня складирование мусора рядом с контейнером, а это нарушение по Санпину, может повлечь штраф. До 5000 рублей для населения, до 50 для должностных лиц и до 450 для юридических. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.